Подключив телефонный кабель KDSL к гнездо на задней панели маршрутизатора, а также соединяя к патч-кордам ваш ПК и роутер TDW-8950N, мы можем перейти непосредственно к настройке оборудования. Настройку также можно производить через мобильное устройство, посредством беспроводного соединения Wi-Fi. В адресной строке браузера прописываем IP-адрес по умолчанию завода, это 192.168.1.1 или tp-link-modem.net. В окно авторизации вводим логин админ, пароль также админ, вход. Итак, начнем с быстрой настройки. Этот раздел поможет нам настроить основные параметры роутера. Первым делом нам предлагается выбрать тип подключения WAN. Так как данный роутер является комбинированным устройством со встроенным ADSL модемом, то соответственно маршрутизатор может работать в двух режимах интернет-соединения. ADSL, то есть посредством телефонной линии или Ethernet, скоростное соединение по витой паре. В моем случае интернет-сигнал приходит по телефонному кабелю, поэтому выбираю ADSL-WAN. Продвигаемся далее. В первой строке выбираем страну. Вторая строка позволяет воспользоваться шаблонами по конкретным региональным интернет-провайдерам. Соответственно автоматически выставляется VPI и VCI-параметры. А уже далее прописываются идентификационные данные. Если же вашего провайдера нет в списке, не беда, выставляем соответствующую метку и далее VPI и VCI вбиваем вручную. Эту информацию вам должен предоставить ваш поставщик интернет-услух. Тип подключения WAN также уточняйте у своего провайдера, если не знаете точно. Но как правило при ADSL это PPPOE. В строке PPPP имя пользователя вставляем свой идентификационный логин, предоставленный провайдером. И то же самое проделываем со строкой пароль. Нажимаем далее. Это окно позволяет сменить стандартное название беспроводной сети Wi-Fi на свое произвольное. Я же оставлю пока без изменения. В строке сетевая аутентификация оставляю рекомендуемой, надежной как тут написано, VPA2. А вот пароль для удобства дальнейших беспроводных подключений я сменю на свой. Далее. На этом быстрая настройка завершена. Сейчас мы можем видеть сконфигурированные только что нами все основные параметры. Ну и собственно осталось все это только применить. Отобразилось окно состояния. В разделе интернет можно наблюдать, что соединение есть. О чем говорит полученный WAN IP адрес. Давайте проверим, что это действительно так. Открываю поисковик. И проверим скорость интернет-соединения. Пока тестируется скорость, вызову командную строку для теста прохождения пинг-команды. Ну вот видим скорость получения 4.69, обратный канал чуть-чуть не дотянул до мегабита 0.93, пинг в среднем 102.103. В общем для загородного ADSL телефонного соединения, да еще и выходной день, это в пределах нормы. А теперь пройдемся по дополнительным настройкам. Раздел настройка интерфейса уже сконфигурирован быстрой настройкой. В первую очередь нас интересует раздел WAN. Особенно в том случае, если после быстрой настройки у вас интернет не заработал. Ну или нужно произвести какие-либо другие изменения в подключении интернет-соединения. Обратите внимание, что сконфигурированы два интерфейса. Один Bridge, другой PPPP-OE. Первый Bridge, то есть режим моста, пригодится для ручной отстройки IPTV. Если такую услугу предоставляет ваш провайдер. В моем случае, к сожалению, этого нет. По PPPP-OE, думаю, вам понятно. При необходимости здесь можно изменить вбитые данные, аутентификации, логин и пароль. Также стоит иметь в виду, что иногда провайдеры используют привязку по MAC-адресу. В этом случае пригодится функция клонирования MAC-адреса. Причем MAC можно как клонировать с устройства, на котором сейчас вы производите настройку, так и напечатать вручную, если, к примеру, этот роутер пришел на смену старого. Так что, если интернет-соединение никак не поднимается вашим роутером, первым делом уточняйте у провайдера, нет ли привязки по MAC-адресу. Это может быть одна из причин, редкая, но иногда бывает. Переходим к разделу LAN. Тут можно производить начальное администрирование локальной сети. К примеру, если сменить вот эту единицу на 0, то и адрес входа в веб-интерфейс сменится на 192.168.0.1. Отдельно хочу коснуться раздела IPTV. Установив соответствующую галочку, можно конкретно выбрать LAN-порт для подключения приставки. Тут же возможно беспроводное соединение IPTV, но с примечанием. Следующий немаловажный параметр ручных настроек – беспроводной режим. Основные настройки позволяют сменить настройки Wi-Fi сети, плюс к этому можно добавить в эфир еще пару беспроводных сетей с разными названиями. Следующий раздел говорит сам за себя – защита. В нем все, что касается ручной настройки защиты паролем и подключения посредством горячей кнопки WPS. Далее – расписание работы Wi-Fi. Возможно, кому-то пригодится с целью экономии электроэнергии, родительского контроля или иных каких-то соображений безопасности. Фильтрация МАК позволит производить запрет для нежелательных устройств или, к примеру, возможен строгий контроль подключения по белому списку. Беспроводной мост – это перевод устройства в режим повторителя или репитера. Далее – дополнительные настройки. Этот раздел может помочь, если есть проблемы со стабильностью работы или с подключением одного из беспроводных клиентов. В таком случае можно экспериментировать с режимами, пропускной способностью и мощностью сигнала. Пару слов о гостевой сети. Этот раздел позволяет создать отдельную сеть с урезанными правами пользователей не только по локальному доступу, но и по пропускной скорости интернет-трафика. Диагностика открывает удобный мониторинг ошибок, сбоев работы. Управление – подраздел «Обновление ПО». Видим инструкции из трех шагов. Скачать на официальном сайте, указать путь и произвести заливку. Для наглядности давайте перейдем по ссылке. Модели можем скопировать здесь и далее вставить в поиск. Проходим по найденной ссылке. Видим описание, но нам нужно выбрать поддержку. В разделе «Состояние» уточняем версию ПО и версию оборудования. Далее здесь выбираем соответствующую версию и клацаем встроенное ПО. Ниже можем приступить к скачиванию, если выложенная версия новее. Правда, в моем случае разброс версии большой – 150, а в моем роутере с завода – 160. Давайте попробуем другой способ поиска прошивки. Для этого вернемся к началу интерфейса и выберем «Загрузки». Спускаемся ниже и ищем нашу модель среди модемов и шлюзов. Так вот, 89.50. Выбираем. Аппаратная версия. Первая. Снова встроенное ПО. Итак, доступна последняя версия – 160.218, а у меня с завода – 160.530. Судя по всему, производитель запаздывает с выкладкой новых прошивок. Для интереса посмотрю, какая доступна модификация для версии 2. 160.407. Собственно, понятно, что мой роутер пока в обновлении не нуждается. На этом видео по настройке подошло к своему логическому концу. Дополнительную информацию можно найти в описании. Субтитры создавал DimaTorzok